Всем привет! С вами Андю и это уже восемнадцатая часть обучалки по ирзианскому языку и я напоминаю, что если вам нравится эта обучалка, если вам нравятся мои рассказы и прочее-прочее, вы можете отблагодарить автора этой обучалки, то есть меня, да, именно меня, донатом или любой другой помощью. Ссылки на патреон и на криптокошелек будут внизу в описании. Этот урок будет последнего, серия обучающих видеоуроков по грамматике ирзианского языка. В следующих уроках мы с вами уже будем изучать диалект ирзианского языка, заимствование в ирзианский, из ирзианского и так далее. И в этом уроке я предлагаю начать с такой темы, как суффиксы. У нас еще остались некоторые суффиксы, значения которых там неизвестны, которые мы еще сами не изучали. И давайте наконец-таки их рассмотрим. Первый суффикс, который мы изучим, это будет суффикс «кс-т». Как мы помним из предыдущих уроков, у нас есть суффикс «лгадо». Ну давайте рассмотрим пример. От слова «од», которое означает «новый и молодой», у нас образуется слово «одолгадос», «омолодиться». Но к этому же самому корню мы совершенно спокойно можем добавить и вот этот суффикс «кс-т». Тогда у нас получается слово «одкс-турмоз», «обновиться». И обратите внимание, что слова на самом деле очень похожи. Но только одно означает «обновиться», а другое – «молодиться». То есть одно образуется значение «новый», а другое образуется значение «молодой». Ну казалось бы, никакой разницы здесь быть не должно. И в некоторых случаях действительно у нас образуются слова-синонимы. Давайте рассмотрим. У нас есть слово «лиялгадос», «измениться», слово «лия», «другой». И мы к этому же слову «лия» можем добавить суффикс «кс-т». Тогда у нас получается «лиялгадос», «измениться». Но мы видим, что эти два слова – это синонимы, они друг от друга вообще не отличаются. То есть получается, что этот суффикс равен этому суффиксу, никакой разницы между ними нет. Давайте рассмотрим еще один пример. У нас есть слово «лиялгадос», которое идет от слова «лиялгадос», «прочный». И означает слово «лиялгадос» – «усилиться», «упрочниться». Но давайте теперь к слову «лиялгадос» добавим суффикс «кс-т». У нас получается слово «лиялгадос», «утвердить», «усилить». Соответственно, «кемикставомс», чтобы у нас была как бы обратная форма, она образуется здесь с помощью суффиксового. У нас получается «кемикставомс» означает «утвердиться», «усилиться». То есть здесь у нас «упрочниться», а здесь «утвердиться». То есть возникает такое чувство у меня лично, я глядя на всю эту картину, что «кс-т», вот этот суффикс, он имеет значение действия как будто бы извне. То есть если «фимилгадос» – это мы изнутри как бы упрощаемся, то здесь мы утверждаемся, чтобы утвердиться, нужно применять какие-то вещи извне. То есть то же самое и здесь мы видим. «Одалгадос» – «омолодиться». То есть мы не можем извне омолодиться, мы можем омолодиться только изнутри. А вот «обновиться», чтобы обновиться, нам обязательно нужно брать что-то извне. Итак, друзья, следующий суффикс, который мы рассмотрим, это суффикс «викс». Значит, для чего он используется? Используется он для создания отглагольных пассивных прилагателей. Что это значит? Ну, например, у нас есть слово «любить», «вечкерс». Так вот, как же сказать слово «любимый»? Как раз-таки мы его образуем с помощью вот этого суффикса «викс». «Вечкерс», «любимый». Ну и сейчас мы с вами как раз-таки рассмотрим, откуда же он берется. У нас есть слово «элябс» – «быть». И мы помним, что у нас есть слово «элябс» – «быть необходимым». Так вот, слово «необходимый» как раз-таки будет звучать в куэрзиански как «элябикс». То есть мы видим, что здесь как будто бы у нас два суффикса «в» – возвратный. И «кс». Итак, соответственно, у нас и «вечкерс» получается тоже сделано из двух суффиксов. То есть промежуточная форма будет звучать как «вечкерс» – «быть любимым». Естественно, «вечкерс» – «любить», «вечкерс» – «быть любимым». И «вечкерс» – «викс» – «любимый». И последний суффикс, который мы с вами рассмотрим, это суффикс «ма». Суффикс этот очень хитрый, потому что про него очень мало пишут. И в чём его функция исключается понятие «тяжело» из литературы. И давайте рассмотрим все его функции. Значит, первая функция – это такая же как у суффикс «викс». То есть у нас есть, например, такое выражение – «вечкерс» – «викс» – «тейс» – «любимая девушка». Так вот, по-арзиански мы точно также можем сказать «вечкерс» – «матейс» – «любимая девушка». Это абсолютно то же самое будет. Вторая функция этого суффикса. Значит, чтобы было понятно, в русском языке никаких аналогов этой функции не существует. Нету такой формы. Но на русский, если мы будем пытаться переводить, будет переводиться так, что «мези-теема» – «что нужно сделать?» То есть, по сути, мы можем через это «теема» заменить «эриви-теемс». То есть «мези-эриви-теемс», «мези-теема». Ну и, естественно, «мези-теема» – «что нужно сказать?» То есть, вот это «ма» имеет значение «эриви», «эриви-теемс», «мези-теема-теема». И давайте попробуем все-таки понять, есть в каком-то вообще языке что-то похожее. Оказывается, есть. Нам, напомню, здесь приходит, кто бы думал правильно, венгерский язык. В венгерском языке есть грамматически идентичный суффикс, который выглядит как «эн-дю». Соответственно, от слова «тэнни» – «делать» у нас образуется слово «тэн-дю» – «то, что нужно сделать». Причем мы видим, что слово «тэнни» является когнатом слова «теймс» делать, а слово «тэн-дю» означает ровно то же самое, что и «теема» во втором примере. И нужно сказать, что сами венгры, в венгерском языке эта форма считается причастием будущего времени. Как это понять? Мы, естественно, понимаем, что в русском языке такого нет. Но попробуйте вот просто себе интерполировать понятие причастия на будущее время. То есть у вас есть причастие прошедшего времени, причастие настоящего времени и причастие будущего времени. Попробуйте интерполировать логику причастия в будущее время. Тогда вы лучше будете понимать эту формулу и, соответственно, вот эту формулу. Как-то так. Но надо отметить еще два очень важных нюанса. Во-первых, Вечки-Вексити можно сказать не только как Вечки-Матити, но и как Вечка-Тити. То есть Вечка – это то же самое, что и Вечки-Мат. В данном конкретном контексте, не во всех. И, кроме того, второй нюанс, очень важный. Как мы можем заметить, здесь Вечки-Мат и Вечки-Векс заменяемы. Но в данном случае, во втором случае, они не взаимозаменяемы. Потому что Мези-Тейма означает, что нужно сделать. Мези-Тейма. А Мези-Тей и Векс – это уже означает, что может быть сделано. Вы чувствуете такую разницу? То есть здесь, что может быть сделано, а здесь, что нужно сделать. Это два разных выражения. Пожалуйста, не путайте. Не надо заменять МА и ВИКС там, где вы этого не знаете. Пожалуйста. Итак, еще одним суффиксом, которым мы расконтрим, будет так называемый начинательный суффикс. Или инхватив. Значит, я предлагаю начать рассмотрение со второго примера. Потому что первый пример, он слишком залумный. Но в первом примере мы сейчас очень четко увидим характер этого начинательного суффикс. Зачем он вообще нужен? Смотрите. Значит, есть такие выражения, когда, например, задумался, скипел. То есть обратите внимание, про слово задумался. Вот я сидел, сидел, и вдруг раз, и задумался. То есть у нас есть какое-то значение начинательности. То есть мы раз, начали, и начали дальше что-то делать. Например, загрустил. Сидел, и вдруг раз, загрустил, и начал грустить. То есть это значение именно начинательности, после которого начинается какое-то действие. То есть, ну и давайте рассмотрим, собственно, второй пример. ВИКС ВАК ОДЕЛСЬ. Значит, как это перевести? Вода вскипела. Это выражение, на самом деле, очень важно. Пожалуйста, его запомните. Потому что очень часто в быту мы используем такое выражение, как чайник вскипел. Чайник вскипел, вот это вот уже, по сути, ради этого уже можно выучить этот суффикс. Потому что это очень употребимое выражение в быту. Я лично употребляю чувствование каждый день. Вот. И обратите внимание, вот он, этот суффикс. ЗЕЛА. То есть ЛАКОМС – это кипеть. ЛАКОЗЕЛЕМС – это вскипеть, то есть начать кипеть. И ЛАКОЗЕЛЕМС – это вскипел. То есть не кипел, но раз вскипел. И давайте теперь для закрепления разводим второй пример. Более такой запупыренный, замудренный. Итак, значит, значит, МАСТУРГАТНИМСТЕ АРСЕЗИЛИНЬ. ЗЯРВАКЕЛЬСЕ ПЛОВАТНЯ КОРТЫТИ. Значит, катаясь по стороне, я задумался, на сколько их языках говорят люди. Ну, вообще, я предлагаю все это продолжение целиком рассмотреть, но начать, естественно, от слова АРСЕЗИЛИНЬ. Вот здесь как раз таки вот это слово Я ЗАДУМАЛСЯ. То есть сидел, ехал, 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 такой, как раз задумался. Вот это вот АРСЕЗИЛИНЬ, то есть АРСЕМС – это думать. АРСЕЗИЛИНЬ – это начать думать, задуматься. И АРСЕЗИЛИНЬ – Я ЗАДУМАЛСЯ. Чувствуете, да? Ну, остальные как бы элементы, вот я предлагаю отметить только вот этот элемент, что типа катаясь по стороне, мы видим здесь дейпричастие, чисто для закрепления, напоминаю вам. Вот это дейпричастие, МАСТОР ГААР, МАСТОР ГААР НЕМСТЕ, катаясь по стороне. Как-то так. Ну, и хочется еще отметить один момент, он как бы не будет откровением для тех, кто смотрит мой видео-кульс с самого начала и после урок, но объясню для тех, кто предоединился только что. Итак, мы видим, насколько в языках говорят люди. Видите, здесь множественные. А почему в рязанском языке мы говорим взяру кельце, ломань, не курты? Наверное, здесь ошибка, да? Нет, ошибки здесь нету. Здесь, как раз таки, все правильно. Потому что взяру кельце, мы видим, кель у нас неопределено. А неопределенная форма множественного числа совпадает с неопределенной формой единственного числа. Поэтому взяру кельце, ломань, не курты. Здесь никакой ошибки нету, но так и будет выглядеть. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим некоторые очень часто использующиеся слова. В частности, сейчас мы с вами рассмотрим один из самых знаменитых примеров ирзианских слов-паразитов. То есть слова, которые ирзиане вставляют, если они не знают, что сказать. Такие слова есть в любом языке, в частности, в русском языке, например. Это самое короче, вот я, например, сегодня говорю слово «короче», вот, малимое слово. И в ирзиансском языке тоже есть такие слова. И вот самое известное, самое часто употребляемое слово в ирзиансском языке – это слово «теня». По-эрзиански слово «теня» означает «это самое». То есть, допустим, вы говорите-говорите, и тут что-то забыли, какое-то слово вы забыли. Тогда вы добавляете слово «теня». Давайте рассмотрим пример. Сон «теня» – «пекпаруломай» означает «он» – это самое, очень хороший человек. То есть, вот вы разобыли вот это выражение каким-то причинам, тогда вы ставите «теня». Вот, причем, я, когда сам пытался так же это выражение первый раз использовать, я обнаружил, что ирзиане после того, как они говорят «теня», они дополняют обязательно. То есть, просто так «теня» употреблять, ну, в принципе, можно, но, как правило, все-таки ирзиане стараются дополнять. То есть, это именно аналог этого слова «это самое». То есть, это не типа, это именно вот «это самое». И вот второй пример, соответственно, «сон нашты тенямс» – «мурамс». Вот это означает следующее. Он может, это самое, «петь». То есть, вот это вот слово «паразит» – это самое. Вот оно, «тенямс». То есть, видите, у нас «теня» в рупнезапно превратился в глагол. Такое тоже бывает сплошь и рядом. Поэтому, если вы не знаете, что сказать, вы говорите слово «теня». И, кстати, у уважаемого редактора этого видеокурса Иришу Вижа есть даже целый рассказ про слово «теня», который состоит, в основном, из слов «теня». Вы можете найти его в интернете. Вот. И второе слово, тоже очень популярное – слово «пандя». Оно прям-таки эпическое слово, потому что… Что он означает? Он означает «хватить достаточно». Значит, есть такая шутка у ирзиана, что русские больше всего боятся слова «пандя». То есть, когда ирзиане дерутся, кроме крикения слова «пандя» и все расходятся. И поэтому говорят, что русские больше всего боятся слова «пандя». То есть, «пандя» – это, видимо, какой-то жесткий зверь. Но нет. «Пандя» означает «хватит достаточно». Вот, например, «панди сёунус» означает «хватит ругаться». То есть, это не то, что «хватит», которое сатые. Это именно «пандя», то есть «достаточно». «Все, хватит». В таком духе. Ну и рассмотрим несколько диалектов таких примеров. Значит, по сути, эти слова используются в отдельных диалектах рязанского языка. Но я думаю, их имеет смысл здесь упомянуть, потому что всё-таки это погасство рязанского языка. Про эти слова, в принципе, мало кто пишет. Итак, значит, первое слово такое диалектие – это слово «токодикс». Я также видел слово «токодикс». Я также видел слово «токодикс». Такое тоже возможно. «Токодикс» означает «якобы». И второе слово, ну оно, конечно, не «паразит». Оно, в принципе, это тоже не «паразит». Но вот это слово, оно означает «но», слово «гунь». Слово «гунь» его также используют там достаточно ограниченно в одной… Ну, не в одной деревне, конечно, но диалектно. В частности, носитель, который мне это сказал, он так неохотно об этом рассказал, но оно всё-таки есть. Так что имейте просто в виду, что оно есть. Итак, друзья, мы уже выходим на финишную прямую всего видеокурса, и, в частности, этого урока, и эту часть я хотел бы посвятить вопросам, которые я каким-то причинам не стал включать ни в предыдущие уроки, ни в какие-то другие части своего видеокурса. И я сейчас предлагаю посмотреть немножко на архаику альзианского языка. Итак, давайте рассмотрим такой вопрос, как возвратная форма дать ему подъезжать. Форма, на самом деле, очень архаичная, и сейчас, по сейчас конкретно, она очень слабо используется, но всё-таки она была вспомнена моим уважаемым редактором моего курса, значит, выглядит она в следующем образе. Как по-арзиански сказать «Я своему дому». Значит, по-арзиански есть специальная такая форма. Давайте я сейчас звёздочки поставлю, нет, звёздочки я не буду летать, потому что форма всё-таки существует, раз её носитель помнит, значит, она существует. Итак, «Кудонстей» — «Я своему дому». «Ты своему дому» по-арзиански будет «Кудонстейць». «Он своему дому» — «Кудонстейнзэ». «МЫ своему дому» — «Кудонстейняг». «Вы своему дому» — «Кудонстейнг». «Они своему дому» — «Кудонстейст». В книгах вы можете увидеть только вот эту форму. Вот эти формы, если вы видите, пожалуйста, напишите в комментариях. Но вот в книге «Имайкен» существует только вот эта форма. И причём она используется зачем-то вот для этой формы. То есть «Он своему дому» она переводит как «Кудонстейн». Но хотя вот мой носитель, он сказал, что «Кудонстейн» — это «Я своему дому». «Он своему дому» будет ставиться «Кудонстейнзэ» и так далее. Итак, друзья, теперь я вам расскажу про такую форму, которую часто вставляют в начале всевозможных учебников, показывая тем самым превосходство рязианского языка. Ну, в принципе, оно обосновано, конечно. Но на самом деле эти формы не имеют такого широкого прям хождения в рязианском языке, поэтому я их ставил в конец своего курса. Но всё-таки рассказать про них имеет смысл. Итак, значит, дело в том, что в рязианском языке падежи и вообще, в принципе, различные формы, они без проблем друг с другом складываются в одном слове. То есть это, по сути, такая мюнзинация происходит, по-регуистически, если говорить. Итак, давайте смотреть. Слово «Кудон» у нас есть, означает «Дон». И в «Доме» у нас будет «Кудосу». Так вот, мы к этой форме можем добавить ещё падежи. И первый падеж, который мы прибавляем, будет «Именительный падеж». Казалось бы, как такое возможно? А очень просто. Если нам надо сказать «Тот, который в «Доме», то у нас это будет «Кудосу». То есть «Кудосу» – здесь, видите, местный падеж. А здесь «Именительный падеж» – определенная форма именительного падежа. То есть местный, потом именительный. Какие интересные вещи происходят. То же самое мы можем сделать и во множественном числе. «Кудосу» – «Те, которые в «Доме». А дальше начинается совсем прям веселье. Если мы хотим сказать, допустим, я говорю о том, который в «Доме», тогда мы скажем так. «Мон куртан» – «Кудосу донти». Обратите внимание. Я сейчас отойду. Обратите внимание. Здесь у нас местный падеж. «Кудосу» – это местный падеж. А «Донь» – это у нас отложительный падеж. То есть здесь у нас сначала местный, потом отложительный. То есть видим «Кудосу» в «Доме». «Кудосу донть» означает «Отому». Типа «Что в доме», «Отому, который в доме» и так далее. И точно так же у нас могут складываться падежные формы с различными глагольными формами. Такая штука тоже может случиться. Например, слово «Ашо сом» в белом может превратить в такую форму, как «Ашо сули» – «Я был в белом». Очень интересная форма. И на самом деле есть даже целый вопрос, на который последует такой ответ. «Кудамо сурить» – «В каком ты был». То есть «Кудамо» – это именно означает по качеству. «В каком ты был» – «Я был в белом». «Кудамо сурить» – «Ашо сури». Итак, друзья, теперь я вам расскажу про одну тему, которую, казалось бы, нужно было вставить в самом начале, но я ее зачем-то запихнул в самый-самый-самый конец. Почему так? Сделал я это умышленно, по той причине, что с данным конкретным случаем вся логика языка, она работает совершенно по-другому. Итак, тема будет такая. Как нам сказать по-юрзански, допустим, «Я Эльзия». То есть, ну как бы обычно такое расписывается в начале курса. Но я оставил это в конец курса, чтобы у вас сначала сложилась картина языка, а потом она уже дополнялась различными, как бы, пристройками. И вот это как раз-таки одна из таких пристройок. То есть, вот такая форма, она используется только в этом случае. Только в этом случае. Итак, значит, как сказать по-юрзански «Я Эльзия»? Значит, обычно используются такие формы. «Мон Эльзия», «Тон Эльзия» и «Весе Мини Эльзия Тону». Вот. Но есть также еще одна форма, которая также используется. «Эльзия Я». «Я Эльзия». И далее рассматриваем эту прониму. «Эльзия Ят», «Ты Эльзия». «Сон Эльзия», «Он Эльзия». «Эльзия Тону», «Мы Эльзияни», «Эльзия Тону», «Вы Эльзияни». «И сын Эльзият», «Они Эльзияни». И, значит, такая форма, вот эта вся форма, вся конструкция, она используется только для случая, когда вы хотите сказать, например, «Я такой-то». Больше нигде. Итак, друзья, теперь я хотел бы ответить на вопрос, который, наверное, беспокоит многих из вас с самого начала курса и по сей моменту. Вопрос звучит следующим образом. Почему «Эрзианский» не звучит как финский? Многие люди, которые приходят в «Эрзианский язык», в принципе, в «Финногорске языки», они ожидают, что вот эти все языки они будут учать как финский язык. И, в частности, когда они видят вот такие вот формы, они начинают их читать по незнанке как «Эрзиан». А вот, видя, например, такое слово, например, «Минь», «Маштанокортамо», они начинают это читать как «Миньмаштанокортамо». То есть они пытаются копировать финнов по незнанке. Я, поверьте мне, я сам был таким же. Вот. И, значит, давайте я вам теперь объясню, почему так. Люди, которые впервые слышат живую в «Эрзианскую» речь, они, знаете, так немножко грустно удивляются. Потому что, ну, как бы они, знаете, такие думают, «Да блин, ну что это за русский акцент? Вот. Попал финногорский язык под влияние русского акцента. Теперь он звучит как русский». Мне буквально вот так вот пишут постоянно. Вот. И давайте я вам теперь объясню, что там происходило. Дело в том, что этот акцент, вот этот стиль говорения, когда у нас очень много мягких согласных, он выборовался еще до вторжения славян на землю московских. Вот. И откуда, собственно, этот акцент взялся? Во-первых, здесь важную роль сыграли балтские народы. То есть там жил балтский народ колец. Ну вот. А чтобы было понятно, у балтов есть достаточно большое количество звуков, которые полутализуются очень сильно. То есть у них очень сильная полутализация. Но помимо балтов там также жили финалуры. И дело в том, что у финалуров, в том числе у финнов, перед гласными переднего ряда согласные смягчаются. Ну так, чуть-чуть смягчаются, но не сильно. Так вот. Теперь сложите вот эту полутализацию балтских языков и легкую полутализацию перед всеми гласными переднего ряда. И вы получите как раз-таки вот это вот самое русское смягчение, что называется, в кавычках. И на самом деле оно даже не русское. Потому что вот у ирзян, как мы могли уже убедиться, полутализация гораздо сильнее, чем в русском языке. И даже вот когда, например, ирзяне говорят по-русски, у них эта полутализация прям слышна. Это у них акцент такой. У них реально акцент на этой полутализации. Это прям чувствуется. Например, говорят, ирзяне там и так далее. Они ирзяне, как русские скажут. А когда русские, например, начинают говорить по-рзянке, они начинают говорить типа «тейтерь» и так далее. Вот такими вот выражениями. То есть русский язык, он менее полутализует все-таки. Поэтому вот этот акцент, как мы называем, русский акцент, он наоборот повлиял на самих славян, на сам русский язык. И более того, если мы взглянем на другие славянские языки, а то же сам украинский, польский и так далее, они не так сильно полутализуют, как русский язык. Это именно связано с влиянием народов, которые там жили до них. Далее, что касается вытянутых согласных, то есть маштанок. Почему в финском языке их много, а в арзианском языке их почти нет? Ответ на этот вопрос точно такой же, как и в предыдущем случае. Дело в том, что финский язык попал под влияние до финно-угорского субстрата, то есть народа, который там жил до финнов. И то, что под такое же влияние попали самские языки. И не только самские, и не только финские. Дело в том, что этот народ жил вообще много где. И многие индоевропейские языки также попали под их влияние, которое находится в Европе. И поэтому в арзианском языке, так как он не попал под влияние до этого народа, нет вот этих конструкций. Ну, то есть они есть, но их мало. А в финском языке, соответственно, их такое огромное количество. Итак, друзья, в завершении грамматической части всего этого видеокурса и данного урока давайте теперь рассмотрим вводные конструкции. Итак, знаете, я сейчас помню просто первый урок. Ой, как же я начинал. Ну, все, наверное, заканчивается, понимаете? Итак, к сожалению, да, к сожалению, этот курс заканчивается. По-раззиански будет Янгсимас. А к счастью будет участь как Утязкас. Утязкас – это счастье, а Янгсемс – это означает сожалеть. Далее, Витстемерямс – означает, честно говоря, Уасинтекс, во-первых, Фомбутекс, во-вторых. Для начала будет Ушлобомас, в принципе, Лу, Горес. Лу – это основа, если что. То есть, согласно основе, по меньшей мере, Миколамы Саис, в лучшем случае Парус Кимис, более того, Сиди Ламус. Наверное, у многих слушателей от этих двух слов возникли какие-то греческие вайбы, но, извините, другого изязательского языка у меня для вас нет. Ну и последнее выражение – это Алпукс. Действительно. Итак, друзья, вот вы и дошли до конца грамматической части этого видеокурса. Дальше еще будет два урока, которые будут иметь формат, знаете, такого больше языкознания альзианского. То есть, это, в принципе, полезно знать, но какой-то прямо нужной информации для того, чтобы понимать альзианский, это не будет. И, соответственно, все то, что было основное в языке, я вам рассказал. Естественно, альзианский язык на этом не заканчивается. Там еще есть много чего интересного, чего вы сможете подчеркнуть из библиотеки, которую я вам скидываю в каждом уроке в описании. Пожалуйста, смотрите и изучайте. И вы знаете, пожалуйста, не теряйтесь, изучайте альзианский язык. Для меня самой большой наградой будет, если вы начнете говорить по-яльзиански, посмотрев этот видеокурс или еще по каким-то причинам. Если вы, посмотрев этот видеокурс, начнете говорить по-яльзиански, это будет для меня самая большая награда. Для меня никакого значения не имеют там титулы, которые мне могут там присвоить, там, не знаю, заслуженный, перезаслуженный, там, этот деятель альзианской культуры. Для меня это никакого вообще значения не имеет. Для меня имеет только значение, начнете ли вы говорить после этого урока на альзианском. Это была цель этого видеокурса. И если кто-то, не знаю, два человека, три человека, десять человек, да сколько угодно человек, даже если один человек научится говорить после этого видеокурса по-яльзиански, я уже буду считать, что я свою задачу выполнил. Поэтому, ребята, пожалуйста, не теряйтесь, говорите по-яльзиански, пожалуйста. И, собственно, что еще добавить? Мой вещь всякий стынк, а у кукс. Дээ, у лидер шум брат, в вещь кюй кси алгат. Вас кумас! Дээ, у лидер шум брат, в вещь кюй кси алгат.